Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну что я вам скажу, Эль Юрьевна, все у вас хорошо, обрадую вас, в голове у вас ничего нет Ну, я имею ввиду поражение органическое, я думаю, какая-то психосоматика, а все это ерунда Мигрень, может быть, что-то у вас в личной жизни не так Нет, 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 все в порядке в личной жизни Ну вы знаете, у меня постоянная головная боль, я постоянно, болит голова Да господи, у кого она сегодня не болит, а? Я вам выпишу капельки очень хорошие, ноги помогают А вообще лучше всего вам, конечно, здоровый образ жизни, свежий воздух, прогулки всякие, понимаете, бассейн Да все это есть, фитнес, бассейны, мы живем на свежем воздухе Знаете, а когда у моей жены головные боли начинаются Она ходит по магазинам, шмоток себе накупит, у нее вмиг головная боль проходит У меня начинается Она лежит на тонком ладу Она зовет Я иду Ни с этим миром Ни с собою Ни в ладу Ни с этим миром Ни с собою Ни в ладу Ни в ладу А ногами Ни в ладу Ни в ладу Ни в ладу Пожалуйста, спасибо. Ваша карточка. Спасибо большое. Приходите к нам еще. Простите. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Вы не поможете мне подобрать обручальные кольца? Конечно. Девушка, ну что, ну аккуратней, надо смотреть в заднее зеркало-то. Ну куда вы едете-то? Здравствуйте. Мне кажется, виновата. Надо вызвать кого-то или я заплачу за ущерб. Да не, не надо. Не надо, не надо ничего платить. Это пустякова копейки стоит. Единственная проблема, у меня только карточка нет наличных. Но я могу снять в банкомате. Все хорошо. Поезжайте. Ну извините. Спасибо. Послушайте, если такой принципиальный момент, я вам дам карточку, вы позвоните. Аккуратней, поезжайте. Почему обязательно всегда с какими-то приключениями? То в тебя кто-то въедет, то ты в кого-то. И вообще, что-то за баловство ездить за рулем. Дам тебе отличного шофера. Хоть Павла моего убери. Никаких неожиданностей. Сколько раз тебе надо повторять, не играй за столом. И убирай за собой игрушки. Разбросаны по всему дому. Пап, ты можешь хотя бы за завтраком перестать читать нам лекции? Когда отец что-то вам говорит, имейте терпение, выслушайте его до конца. Тебе 13 лет, а ты глаза и губы подкрашиваешь. Папа. Что, папа? У вас не школа, а дом моделей? Все. Брат зовет себе завтрак. Как у тебя со временем? Да, хорошо. Что? Буду ездить аккуратнее. Ты слышала, о чем я тебе сейчас говорил? Да. У брата завтра мероприятия, гонки там у него какие-то. Поедем? Еще бы. Да, мам? Да, наверное, это будет интересно. Рона? Буду поздно ужинать и без меня. Папа всех очень любит. Ура! Завтра едем на гонки! Мам, можно я не поеду? Ура! На наших глазах разворачивается упорная пыльба. Спортсмены пошли на последний круг. Острая ситуация, опасный вираж. Ты чего, они с локтем поссорились, что ли? Да мы каждый день ссоримся, потом верим. Конщики устремились к финишной прямой. Тренируй номер двадцать первый, на второй позиции номер девять. Принимаем финиш! Победа! Андрей Гаврюшов! Гаврюшова, знаешь? Кто? Ну вот этот, который первый, он ко мне в клуб ходит. Дмитрий Сергеевич, кубок надо от мэрии вручить. Ну так положено, по протоколу. И девушки едут, цветы подарят. Ну так давай, девушки сюда! Девушка, кому-то мало, плачет дуреха! Даша, Радуля, выручи, цветочки надо вручить! Да сейчас! А можно я? Ирочка, спасибо! Спасибо! Поздравляем! Скажите, какие вы чувства испытываете в такой феерический момент? Видишь, спасибо, родная, выручила! А то, знаешь, на таких помощников никакой надежды. Давай, проходи, аккуратно, аккуратно. Через пять минут состоится награждение наших победителей. А сейчас с приветственной речью выступит мэр нашего города Виктор Сергеевич Лохтев. Уважаемые дамы и господа, добрый день! Хочу, так сказать, вручить этот кубок от лица мэри и от себя лично к нашему победителю Андрею Гавришову. Неоднократный победитель региональных соревнований, бизнесмен, золотой призер Андрей Гавришов. И хочу вам напомнить, уважаемые дамы и господа, что ровно через месяц мы все встречаемся здесь. Будет День города и финальный концерт. Здравствуйте. Поздравляю вас. Спасибо. Как-то странно вы цветы держите. Порвалось платье. Возьмите, держите буквы. Можем закрыть. Ну, давайте попробуем. Пойдемте, пойдемте со мной. Куда приходит не только молодежь, но и люди зрелого возраста, желающие сохранить прекрасную форму. Я сама сама не надо. Давайте, ну как? Я сама. Куда идти? Вот сюда. Куда идти? Ура! Ура, дорогие друзья! Виктор Сергеевич, позвольствует подарить все такие добрые слова. Ну, как речь? Что тебя пиздашь? Да нормально мне все. Ну? Игорь, ну у меня просто новая секретарша и симпатичная девочка, ну? Витя! Ну, что Витя? Город у нас маленький, все все видят. У меня с ним ничего не было, я тебе клянусь. Улик никаких. Просто Дашка что-то бесится в последнее время. Скучно, если из стола. В столицу хочет. Она права. Ничего тебе в этой деревне делать. Будем тебя двигать. Да ладно, Игорь, ты что? Ты и так дверь мне столько сделал. Ты мне брат или кто? Спасибо. Меня Ирина зовут Амаз. А, Андрей. Очень приятно. Как машина ваша? Хорошо. А, хорошо. А, ваша? С ней почти ничего не было. Ой, немножечко я приклеился к вам. Подождите. Сейчас я позову, секунду. Валера, бензин, Валера! Зачем бензин? Ну, бензин, ну, чтоб расклеить ее. Я приклеилась к гонщику. Нам пора. Сейчас. Это ваш муж, да? Да. Я его где-то видел. Возможно, Палагин. И я, соответственно, Палагин. Ирина Юрьевна. Сейчас Ирина Юрьевна придет. Я сейчас подойду. Мне надо идти. Отпустите, пожалуйста. Счастливо. Малая, я ищетлилась. Ты чего тут застряла? Поздравляю. Ты мой герой. Даша, ну, хорошей будете. У меня для тебя хорошая больница. Даша. Даша. Хорошая, хорошая. Дома поговорим. Поговорим. Пошли. Давай. Пойдем. Пойдем. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Любите спорт. Берегите себя. Всего хорошего. Пора переграться в центр. Я тебе на первых порах помогу. Подумай. Я подумаю. Поздравляю. Молодец, порадовали. Ир, Ир, Ир. Что ж ты так смотришь-то, а? Взгляд у тебя, я тебе прямо скажу, порнографический. Да перестань, я вообще смотрю, где Матвей. Матвей! Мам, не здесь вообще. А как твоя голова? Не болит уже? Ты знаешь, в последнее время не болит. Лучшее лекарство — это спорт. Ну и еще кое-что. Ты приезжай ко мне в клуб, в теннис поиграем, в форму придем, позанимаемся, да поболтаем. Пока, Даша. Пока. Счастливо. Спасибо за праздник. Счастливо. 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 Если ты решила поиграть сегодня в модель, могла бы предупредить. А чего? Данные у мамы есть? Дочь, я не с тобой разговариваю. Игорь, ну что ты в самом деле? Я просто хотела выручить твоего брата. Брата моего мы уже выручили тем, что приехали к нему на праздник всей семьей. Это во-первых. Прекрасно знаешь, что я не на всех мероприятиях бываю, и мое появление это что-то значит. А во-вторых, Ира жене Палагина по статусу не положит. Ну просто не комильфо. Выскакивать на сцену в романом платье и поздравлять какого-то гонщика. Завтра вся желтая пресса будет в твоих фотографиях. И в-третьих. Есть хочу. Подожди, сейчас до дома доедем. Гамбургер хочу. Чего вам жалко? Матвей, ну я тебе сто раз объяснял, что это нездоровая пища. А я тоже гамбургер хочу. И я. Гамбургер! Гамбургер! Хочу гамбургер. Ира, ну с тобой сегодня точно что-то не так. Пап, я в футбол смотреть пошел. Давай. Ну что там у тебя за новость? Брат пообещал мне в столице двигать. Правда что ли? Да. Так не подлизывайся ко мне. Ну ладно. Дашка, если ты хочешь, поедем. Не хочешь, не поедем. Мне и тут хорошо. Вить, а тебе везде неплохо. Ну все твои девочки те же под рукой, да? Ты даже на работу их себе устраиваешь. Ну что ты опять начинаешь? Я же все объяснил. Подожди. А я знаю, что я больше слушать ничего не хочу. Вот и твоего брата, вот семья как семья у человека. Вот позавидовать можно, а? Если тебе скучно, давай второго заедем. Ну куда ты? В клуб. Зачем? А за тем, что мне сказали, что сотрудники после рабочего дня развлекаются с молоденькими сотрудницами. Представляешь? Дашка, ну я-то тут при чем? При том. Когда приедешь? Скоро. Аккуратней там. Ай. Испачкала. Спасибо, не надо. Давай побыстрее, что ли. Хороший массаж способствует оздоровление всего организма человека. И особое внимание следует уделять здесь не только мышцам вверх спины, нижней поверхности бедра, ягодицам. Максим Дмитриевич, а можно вас на минутку к руководству? Я быстро на минуточку. Давай, 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 давай. Давай, сам, 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 сам. Разбаловалась тебя, а? А-а-а! 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 А где мое платье? Выбросил. Мусорное ведро. Взял и выбросил мою вещь? А ты что это, ванину носить собрала? Не важно, какая разница-то. Палагин, ты всегда за меня решаешь, что мне делать, а что нет. Палагин, кто вводит, тот и решает. Что? Говорю, спать пора. Палагин. Слушай, Палагин. Может разведемся? У нас давно все закончилось. Сейчас подходящий момент. Дети уедут. Мы все сделаем, съеха спокойно. Потом нам все расскажем. И что смолчишь? Ты мне слышишь? Ум. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Можно в лагерь не поеду? То есть в лагерь я хочу, я форму носить не хочу. Как у пионеров каких-то советских, с галстуком. У вас хоть форма, а мы по-английски все летом говорить будем. Ну, это же замечательная языковая практика. А потом это один из самых лучших международных лагерей. Мы давно уже все решили. Так что надо, значит надо. Нина, мне нужно отъехать ненадолго. Вы дома будете? А куда я денусь? Что-то еще? Нет, ничего. Я ее боюсь. И ты тоже? Мама так шутит. Ну да, я шучу, потому что у меня хорошее настроение. Это все потому, что ты в лагерь не едешь. Ну что же вы такие пасмурные у меня? Ну давайте поиграем во что-нибудь. Поиграем? Ну да, в какую-нибудь игру. Давайте. Пойдем. Мам, ты че? Какая игра? Сейчас объясню. Правила очень простые. Берем подушку, кидаем друг другу по очереди, по кругу. И говорим ласковые слова. Просто так? Самый сладкий. Самая нежная. Самая красивая. Ты мой ананасик. А ты обреклась его, папочка. Самый светлый. Самая светлая. А повторяться нельзя. А в чем смысл этой игры? Хорошее настроение. Идите сюда. У вас улучшилось настроение? Мне да. Хорошая игра. Получше всяких гаджетов. Ты мой родной. Как же я вас люблю. Настя, мне интересно. Я просто, ну, я же, я же тебе доверяю. Привет, привет. Я тебя прошу, ну, ну, я просто не, я же ничего в этом не понимаю. Подпиши. Вот она. Уже почти семейная жизнь. Дорогой, ты меня любишь? Да, люблю. Слушай, прекрати это по делу. Ну, ну, я чему. Все в порядке? Да, все вроде в порядке. Ну, если вглубь не лезть. Ох, весь наш городок рыдать будет, когда ты женишься. Ну, в смысле женщин. Скажи, а это типа такая сильная любовь, да? Да, да, типа сильная любовь. Слушай, надо было кого-то выбрать, я и выбрал как-то. Так подожди. Сейчас обязательно это запишу. Прекрати, Леха. Настя, лучшая девушка на свете. Пиши. Да кто бы сомневался. Давай, давай. Там, кстати, в сети ролики есть с гонками. Видел? С гонки, ролики? Да. Нет, не видел. Посмотри. Да, Настя, пять минут. Пять минут, я в пробке. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Я, кажется, развожусь. С кем? С Палагиным. Так-так-так-так, ну-ка, подожди, еще раз скажи мне. Я развожусь с мужем. Кто он, рассказывай мне? Кто? Да это я у тебя спрашиваю, кто он? Боже, это гонщик! Это гонщик, это Капляшов, да? Да ты отгадала? А ты знаешь, что он почти женат? Женат, ну и что? Ну, мне все равно. Ну, это не может не радовать. А где вы познакомились? Авария? Я в него уехала. А он? Я думала, выйдет мужик, начнет драть горло, обзовывать меня блондинкой. Он стал меня успокаивать. Как? А крылья по нему за спиной ты не заметила случайно. А я очень люблю, что с крыльями. А то он странный, неадекватный, да? Ну, это нормально, понимаешь? Мужчина и должен так себя вести. Мы просто отвыкли от этого и вот и все. Ты мне зубы-то не заговаривай. Разводиться-то зачем я решила? Из-за того, что тебе кто-то там понравился? Нет. Я просто поняла, что я давно уже не люблю Палагин. Я разлюбила его. Все. Окончательно. Не, не могу. Мамочки мои, разлюбила. Слушай, а вот все остальные сидят просто и любят своих мужей, да? Знаешь что? Вот есть мужики, с которыми можно жить. А есть мужики, которых надо любить. Ну, бывает, конечно, наоборот. У тебя наоборот. Ну. Дождался позорища. С работы выгнали. Со своей сестры брал бы пример. У нее ума побольше. Мамочка. Чего, мам? Дождался побольше? Да, мамуль. Я к Даше заскочила на минуту. Скоро буду. Теть Гель, здравствуйте. Да, здрасьте. Это Даша. Вы, пожалуйста, передайте вашей Ирине, что она сошла с ума. Вы знаете, что она хочет сделать? Мама. Она хочет. Перестань. Мамочка, не слушай, пожалуйста. Как это? Почему? Ира, Ира, ты понимаешь, что если ты бросишь камушек вот в это наше тепленькое болотце, то волны пойдут такие, что потопит нас всех. Ира. Мамочка. О, лёгок на помине. Только его нам тут еще не хватало. А знаешь, ты подруга, дам тебе шанс на исправление. Что? А сейчас увидишь. Здравствуйте, Андрей. Рада вас видеть снова. Вы знаете, у нас такая большая заминка. Сегодня запланирован ремонт корта. Ну, там провалы обнаружены, трещины. Так что извините. Завтра приходите, ладно? До свидания. А что это было? Это я давала тебе шанс задуматься о самом главном. Угу. Ты у нас сейчас кто? Жена Палагина, кажется. Ты чувствуешь, как это звучит? А будешь кто без него? А я тебе скажу. Будешь королевой дерьмо и принцесса пыли. Предлагаешь королевой быть и с придворными спать? Убила. Просто растоптала меня морально. Ира, это закон жизни такой, да? Жить с одним, любить другого, спать с третьими. Все в одном флаконе не бывает. Слишком сложная для меня схема. Ладно. Береги себя, Дашка. Ты себя берешь. План обустройства парка подтвержден. Схема установки аттракционов и фонтанов также. Ну что ж, Маргариточки, это замечательно. Я хочу, чтобы ты сегодня подготовила пресс-релиз. И чтобы все это было на нашем сайте уже сегодня. Хорошо, ведь я понимаю. А что, у нас какой-то вопрос? Нет. Все предельно ясно и прозрачно. Мне так нравится, когда ясно. Ясно и прозрачно. Только не что. Витя, ну ты что? Чего? Что? Если кто-нибудь войдет? Я хотела, кто же на воде? Я же все-таки мэр. Мамочка, привет! Привет. Я думала, ты не приедешь. Ну как же. О! Топ, здорова. Мой привет, привет. Держи. А что, не работаешь? Антон, ты не формат. Антон, неси пакеты на кухню. Мамочка. Сынок, ну что тебе не так? Почему тебе все не нравится? Видели, зарплата не та. А коллектив, видите ли, ему не нравится. А вообще, сынок, в этой жизни тебе хоть что-нибудь нравится? Нравится. Да нравится, папа, нравится. Начальство мне не нравится. Никому жопу не буду лизать. Понятно? Вот так. А каждый раз нужно перед кем-то что-то лебезить. Понимаешь, папа? Ну вот в чем секрет? Ну неудобный я человек. Неудобный я человек, папа. Будь самим собой. Ира, это правда, что ты разводишься? Да, правда. Господи. Мам, мам, только не надо трагедии, ладно? Я тебя прошу. Ну что, что ты нацепила в себя? Ну как ты это носишь? У тебя волосы такие красивые. Ты мне зубы не заговаривай. Что случилось? Рассказывай. Нашла кого, что ли? Да нет. Чтобы нашла, я не искала, просто встретила человека. Или мы с ним встретились, я не знаю. Да дело не в этом. У нас ничего не было, и я думаю, ничего не будет. Просто, будто я спала, а потом проснулась. Как тебе объяснить? Ты понимаешь меня? Я понимаю одно. У тебя дети. Подождать не можешь, пока они вырастут? Мам, пока они вырастут, у меня душа умрет. Я не знаю, как тебе объяснить. Я себя давно не чувствовала такой счастливой, понимаешь? Ну, когда детей рожала, счастлива была. В детстве еще. А потом я как будто из клетки какой-то вырвалась, из душной комнаты. И я больше туда не хочу. Ну, Ириша, не знаю. А может, и правильно. Только вот что, Ира, если твердо решила, то туда-сюда не бегай. Развод, значит развод. Ну, а дети? Когда дети чувствуют, что родители не любят друг друга, они сами не могут нормально вырасти. И любить-то никого не могут. Та-дам! Платье имеет неординарное креативное решение. Классический цвет прекрасно сочетается с драгоценными камнями. Милая моя, в этом платье ты так напоминаешь мне меня на свадьбе с твоим папой. Ну как? Да, блин, супер, Настя. Я даже не знаю, я завидую тебе немножко. Да-да-да, на свадьбе все просто с ума сойдут. Да посмотри, на меня она будет принцесса. Красавец. Ну тебе как? Класс. Просто я не могу. Посмотри, как у вас сделано. Без него ты выглядишь лучше. Всего доброго. Спасибо, я наелся. Матвей, ну-ка, вернусь. Ну ты ж не забегала. Раскачил, поел, ускакал. В семье люди собираются за столом. Не для того, чтоб только поесть, а чтоб пообщаться. Правильно? Да. Ну я лично уже наобщалась. Пусть идут. Хорошо. Вы начинайте собирать вещи. Хорошо. Пора. Игорь. Угу. Я вчера сказала тебе что-то очень важное. А ты спал. Ты не слышал. Можешь повторить? Игорь. Нам нужно развестись. Ты опять спишь? Я думаю. Ты говоришь нам, ты говоришь нужно, ты говоришь развестись. И всего этого я понял только развестись. Не нам, а тебе. Верно? Не нужно. А ты хочешь. Правильно? Пусть так. Хорошо. Я готова все объяснить. Не надо. Да. В любом случае, у меня обстоятельства. Я очень прошу тебя до осени ничего не предпринимать. Возможно? Если тебе это настолько принципиально хорошо дало. Но ты должен знать, что я буду считать себя в разводе. Прости. Хорошо. Хорошо. Ты что согласен? Зачем тебе мое согласие? Ты же все решила. Я вижу. И услышал. Что ты смеешься? Я вспомнил. Как мой. Первый раз я тебя обнимаю. Нежно-нежно. А ты задвигаешься. Думаю, вдруг что не так дело. Ужас. Я говорю, счастье мое. Не волнуйся. А ты говоришь, а я и не волнуюсь. У меня ноги холодные. Стесняюсь. Жду, пока соберется. Слышно. Ира. Может, мне все приснилось? Ты ничего такого не говорила? Я все сказала. Что? Спать, говорю, пора. Спокой ночи. Спокой ночи. Спокой ночи. Ой, привет. А ты что, не спишь? А чего ты так поздно? Да, трубы прорвала в бассейне. Пришлось чинить. Сама чиню. Ты ж дуревнуешь, что ли, а? Ты ревнуешь. А ты знаешь, что отношения мужчины и женщины строятся на доверии. А ты ж сама недавно меня ревновала. Какой ты секретарше? А не надо давать повода жениться. Я могу развестись, Витенька. Витя, что ты сделаешь, если я с тобой разведусь, а? Повешусь. Так я тебе и поверила. Ты, скорее всего, меня повесишь, Витенька. Сначала к тебе, а потом... А ты-то к чему? Просто так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нина, я вечерю буду поздно, так что ужин приготовьте только детям. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ? Доброе утро. Доброе утро. Конечно, это не мое дело, но... Кофе остывший или остывшее? Как правильно? И так, и так. Плохо. Должны быть какие-то правила, верно? Да. Вы только что заметили, что есть дела наши, а есть не наши. Мне приятно, что вы это понимаете. Спасибо, Нина. Ровно? Не очень. Говора? Погода что-то. ГРАНТОЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Алло, Андрей? Здравствуйте, Ирина. Я хочу деньги вам отдать. За машину я должна. Ну что вы ей болт? Я хочу отдать. А когда вам удобно? Сейчас. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте, Андрей. Вот что я хотела вам сказать. Мне 37 лет, и я влюбилась в вас. В тебя. Можно ответ? Ты только не пугайся. У меня тебе ничего не нужно. Просто я очень счастлива. И мне так захотелось этим с кем-нибудь поделиться. Страшно захотелось сказать, я тебя люблю. Я этих слов никому никогда не говорил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Если честно, говорил, ну очень давно. И один раз. А один раз ведь не считается, правда? Я тебя люблю. Все сказала. Ну, я молодец. Даже два раза. Все. Пока. Чего-то не забыла. Деньги на ремонт машины. Что-нибудь еще желаете? Субтитры сделал DimaTorzok Может, мы поцелуемся? Давай. Говорят, что целоваться с тем, кого любишь, здорово. А я думала бы это намного лучше. Мораль. Реальность, она всегда проще фантазии. Но это хорошо, это успокаивает. Может, попробуем еще раз? Давай. Все, 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 хватит. Прощайте. Открывай ворота, служба. А вы кто? Да ты кто? А мы родственники. Мария. Мария. В чем дело? Ну, я бы понял, если бы Матвей. Но ты же взрослый человек. Не поеду, сказала. В чем дело, в конце концов? Сами знаете. Мы уедем, а вы тут разведетесь. Кто тебе сказал? Знаю. Добрый день. Здравствуйте. А Ирина где? Ирина Юрьевна наверху сейчас спустится. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. Спасибо. Ты что? Ноги-то. Папа. Привет. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. О, здорова. Нина. А я вот тут пирожки внукам испекла. А ведь целое лето их не увижу. Вот мы и приехали. Ну и молодцы. У нас там небольшие сложности. Сейчас, буквально минутку, ладно? Вы побудьте здесь. Угу. Да. Наворовано здесь круто. Ну, человек заработал. Ага, заработал. Машенька, а там бабушка приехала с дедушкой. Ну и что? Оставьте нас, пожалуйста. Матвей, вышли. У женщин свои секреты. Маша. Не поеду никуда. Лучше в огно выпрыгну. Ты всегда говоришь, что мечтаешь жить самостоятельно, так? Еще бы. Знаешь, я тоже этого хочу. То есть, по самом деле? Я и папа, мы имеем право сами решать, как нам быть. Машенька, ты пойми, ты можешь никуда не ехать, оставайся. Но, к сожалению, это ничего не решит. Все будет так, как будет. Собрала бы хоть. Все хорошо. А будет еще лучше. Я столько лет вру. И делаю вид. Надоело. Ладно. Действительно. Разберетесь тут без нас. Юра, а может, мы зря и без приглашения приехали? Игорь Семенович, огурчики собственного производства для вас. Спасибо, Юрий Петрович. Здрасте. Здравствуйте. Простите, пожалуйста. Мы очень опаздываем. У нас самолет буквально. Вы извините. Вы располагайтесь, будьте как дома. Маша! Ну, как тебе? Нравится? А теперь представь это кольцо. Я в свадебном платье. И все падают. Хочешь, я что-нибудь другое померю. Еще из колечка, да, вот это пасю. Что такое грустное? Что-то случилось? Красиво. Мне кажется, мы торопимся, Настя. Ничего себе торопимся. Две недели до свадьбы осталось. А это как тебе? Мы торопимся со свадьбой. Перенести хочешь? Нет. Не перенести. Настя. 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 Что тебя во мне не устраивает? Все меня устраивает. Я тебе что, больше не нравлюсь? Нет, ты мне нравишься. Не в этом дело. Ну а в чем? Гавришов, у нас свадьба. У нас гости, лимузины, рестораны. И у нас пресса. У нас все оплачено. Ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Настя. Настя, ты невероятная, ты потрясающая женщина. Ты удивительная. Ты, ты, ты... Я не люблю тебя. А раньше? Раньше ты меня любил? Прости меня. Раньше. Я просто только сейчас понял, что это такое. Да, алло. Алло, Ира. Привет. Я просто хотел встретиться. Зачем? Я подумал, что может быть... Может быть... Ты дала мне просто много денег в конверте. Я подумал, что надо вернуть. Это повод для встречи? Это повод. Я придумал сейчас. КАВНУР» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok